This conference will now be recorded. Всем добрый день. Сегодня мы проводим рекламный вебинар, который называется «Тысяча и одна методика для карьерного консультирования». И начнем мы с того, о чем же будем говорить сегодня. Понятно, что при карьерном консультировании очень много всяких методик применяется. И разные консультанты применяют разные методики для разных целей. Чем больше методик знает карьерный консультант, тем проще ему работать и выбирать какой-то инструмент для достижения цели клиента. Сегодня я вас познакомлю только с одной методикой из тысячи и расскажу, где можно подробнее об этом узнать. Итак, сегодня мы узнаем, что карьерный консультант – это не просто профессия, но и состояние души. Согласитесь, что не каждый может быть карьерным консультантом. Мы выясним, с какими запросами работает карьерный консультант, какие роль выполняет. Познакомимся с одной из тысяч методик для обретения своего голоса, она так называется, для обретения своего голоса. И узнаем, как выглядит профессия карьерный консультант на рынке труда, насколько она востребована и сколько платит карьерному консультанту. Я отвечу на все ваши вопросы. Свои вопросы вы можете писать в чате. Я обязательно на них отвечу. И еще получим бонус. В конце я расскажу, какой небольшой подарок я вам приготовила, тем, кто подключился, тем, кто меня слушает. Я сейчас немного расскажу о себе в нашем центре и попрошу в это время, пока я буду рассказывать, написать в чате плюс, если вы имеете опыт карьерного консультирования, минус, если у вас не было такого опыта, и напишите, какие вопросы вас интересуют в рамках нашего вебинара. Потому что если вы подключились, значит, наверняка у вас есть какие-то вопросы. И мне бы хотелось узнать о ваших вопросах. Напишите, пожалуйста. Вернусь обязательно, посмотрю, что вы пишете в чате. А сейчас пока познакомлюсь с нашим центром. Кто еще не знаком, и напомню нашим знакомым, нашим центром, о том, мы на рынке существуем уже более 29 лет. В этом году 10 ноября нам исполнилось 29 лет. В следующем году будет юбилей, 30 лет. У нас более тысячи, извините, какие тысячи, более миллиона выпускников и более 250 преподавателей. Одним из преподавателей являюсь и я. Меня зовут Ольга Юрьевна Светлышева. Я член Национального союза копилевиков, сертифицированный специалист в образе менеджмента и кандидат в юридических наук. Основная моя профессия по диплому, по образованию – это преподавание. У меня более 20 лет опыт преподавательской деятельности. В нашем центре я работаю более 12 лет, преподаю различные курсы по управлению персоналом, кадровые курсы по трудоустройству наших выпускников и семинары практику. В карьерном консультировании и в ИЧАре 15 лет работала и директором по персоналу, и в качестве директора по персоналу пришла в наш центр 12 лет назад. И сейчас я преподаю и консультирую наших выпускников и всех, кто ко мне обращается. Также я курирую HR-клуб, специалисты ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, Телеграм. Основным нашим администратором является Светлана, наша выпускница. Кто в нашем клубе состоит, тот ее знает. Кто не состоит, мы приглашаем и познакомимся. Так что вся тяжесть на ней, ну а я курирую, насколько могу. Консультирую наших слушателей и выпускников по вопросам управления персоналом, по отличных профессиональных журналах и на специализированных сайтах, и мои контакты. Мой адрес электронной почты, если вы захотите мне о чем-то сообщить, о светлышево-собакоспециалист.ру, тот, кто подключился, вы можете в вашем личном кабинете под моей фамилией увидеть эту почту, ну или в презентации. Презентацию я размещу тоже в личном кабинете. На сайте специалист.ру у каждого преподавателя есть свои страницы, и вы можете зайти, посмотреть на мою страницу, это ссылка на мою страницу. Также я зарегистрирована в различных социальных сетях, чаще всего бывая в Facebook и ВКонтакте. Приглашаю, приходите, будем дружить, общаться и обогащать друг друга новыми знаниями и новыми впечатлениями. Наш клуб на четырех площадках, как я говорила, я оставляю вам здесь ссылки. Кто еще не присоединился, не подключился, приходите. Это ВКонтакте, Instagram. Возможно, будем расширять площадки, но пока вот так и то. Я думаю, что это очень даже хорошо. Гарантия – это гарантия качества. Мы гарантируем также резервизации, если работодатель обучает своих работников. Мы гарантируем расписание. У нас расписание составлено на год вперед, уже на следующий год. Имеется расписание, можете посмотреть и выбрать любой курс. Также гарантия безопасности. У нас пропускная система, например. И мы предлагаем разные форматы обучения. Очная. Как бы вы хотите побоя в группах, так и индивидуальная. Если вы чему-то научим группы нет, или хотите, чтобы преподаватель только вам объяснял, и общаться индивидуально с преподавателем, можно выбрать индивидуальный формат обучения. Документы вы получите после окончания наших курсов. Это либо в окончании курса, либо в удостоверении повышения квалификации, либо диплом о профессиональной переподготовке. Карьерным консультантам обязательно нужно знать разницу между этими документами, потому что, когда мы консультируем наших клиентов, то мы должны понимать, что работодатели при приеме на работу обращают внимание на квалификацию в рамках профессиональных стандартов. Поэтому я сейчас вот кратко расскажу о них. Свидетельство выдается тем, у кого нет высшего профессионального образования. Удостоверение выдается тем, у кого есть высшее профессиональное образование. Профильное по специальности, по которой собирается работать наш клиент. И он повышает квалификацию. И диплом о профессиональной переподготовке выдается тем слушателям, которые окончили программу дипломную о профессиональной переподготовке и получили новую специальность, поскольку у них есть высшее профессиональное образование, но в другой сфере. Вот если кратко, то такая разница. Если есть вопросы по документам, тоже, пожалуйста, пишите, расскажу. Ну а сейчас я возвращаюсь к своему вопросу, который я задавала в самом начале. Я просила писать плюс или минус в чате, если у вас есть опыт карьерного консультирования или нет опыта. И какие вопросы вас интересуют в рамках нашего вебинара. Вот я смотрю минусы, вижу. Ну, ответили не все. Может быть, кто-то из скромности не ответил. Я не знаю, не стесняйтесь, пожалуйста, пишите, потому что я знаю, что среди тех, кто подключился к нам, есть люди, которые имеют опыт в карьерном консультировании. Не стесняйтесь, пожалуйста, этого. Это очень хороший опыт. И вопросы, значит. Марина пишет, что планирует подобрать консультацию своим детям, они учатся в университете. Ну, видимо, профориентация, насколько я поняла, да. Потому что вот сейчас я буду подробнее рассказывать о том, чем занимается карьерный консультант. И, скорее всего, здесь речь идет именно о профориентации. А может быть, я ошибаюсь. Если ошибаюсь, напишите, пожалуйста. Ну, поскольку у нас собрались в основном те, у кого нет опыта карьерного консультирования, я хочу рассказать вам, что если у вас возникнет желание развиваться в этом направлении, то мы подготовили специальный курс, он достаточно новый курс. Это практикум, именно практикум по карьерному консультированию для HR и коучей. Ссылка на этот практикум здесь на слайде есть. Можете пройти по этой ссылке или просто зайти на наш сайт и найти по названию этот курс. И приходите. Он состоит из 24 академических часов. Ближайшая дата с 11 по 18 декабря. Он будет проходить по вечерам. С 18 до 21 дистанционно будет проходить, кроме субботы и воскресенья. То есть каждый день, кроме субботы и воскресенья. У нас получается там, по-моему, 6 вечеров. О чем будем говорить? Мы выясним в этом курсе, что такое карьера, что такое карьерное консультирование, как работать с клиентом. Шаговый алгоритм у нас будет. Технология поиска работы, как помочь найти работу нашим клиентам. Как взаимодействовать с работодателем и принимать решение идти в эту организацию или нет. Как консультант сопровождает адаптацию. Потому что очень сложно, когда работник приходит на новое место. Ему надо адаптироваться не только к своему рабочему месту и функциям, которые он выполняет, но и коллективу, каким-то требованиям, правилам в этой организации. Поэтому надо его поддержать и дальше ему надо развивать карьеру. Например, как разговаривать с работодателем о повышении заработной платы. Это вот все здесь. И шестое – это заключительное практическое занятие. На практическом занятии я приглашаю живых клиентов, настоящих клиентов, у которых есть запрос на карьерное консультирование. И мы уже, пройдя вот эту полу-теоретическую часть, почему полу-теоретическую? Потому что в основном, конечно, у нас практика. Мы все эти инструменты на себе прорабатываем. Я приглашаю клиентов, и мы им оказываем карьерное консультирование уже все вместе. И еще после этого практикума есть возможность пройти стажировку по карьерному консультированию. Стажировка бесплатная как со стороны консультанта, так и со стороны клиента. Вот я вижу, что в чате появилось. Значит, Марина пишет – карьерный консультант, профориентатор и резюме, миррайтер. А ну, судя по всему, пишите резюме. Отлично. Ну, вот опытный человек – отлично. Приятно. Очень приятно. Ну, а мы с вами переходим, собственно, к вопросам нашего вебинара. Напоминаю, что мы будем говорить о консультантах, с какими запросами он работает. Рассмотрим одну из методик и посмотрим, что на рынке творится, с какими консультантами вообще выгодно это или нет. Получим ответы на вопросы и бонус. Итак, как и любая профессия, наверное, не каждый может заниматься карьерным консультированием, как и в любой профессии. Для того, чтобы быть карьерным консультантом, нужны какие-то определенные качества и, наверное, способности и желания. Вот очень важный момент – желание. Желание помочь людям. Если у человека нет такого желания, то как бы он хорошо не изучал технологию, как бы он хорошо не владел различными инструментами, не был психологом, вряд ли из него получится хороший карьерный консультант. Поэтому карьерный консультант – это все-таки и профессия, и состояние души. Давайте посмотрим, какие профессиональные роли выполняет карьерный консультант. Потому что они совершенно разные бывают. И один человек не может выполнить все роли сразу. Например, собственно, консультант, который консультирует, он говорит, значит, клиент к ним приходит, говорит, вот у меня проблема, и консультант говорит, я знаю, как это делается, и готов тебе помочь. Ну, естественно, за определенную плату. Клиентный консультант разрабатывает стратегии выхода из какой-то ситуации, решения какие-то определенные, оценивает потенциал кандидата, что у него в заказнике есть, да, и что нужно развивать, какие риски, если клиент поступит тем или иным способом, и предоставляет экспертизу рынка труда и образования. То есть он рассказывает, что сейчас происходит на рынке труда в его направлении, ну, и что происходит с рынком образования, где можно чему-то научиться, повысить квалификацию и так далее. Это консультант. Есть еще роль карьерного консультанта – отраслевой эксперт, наставник. К нему приходит клиент со своей проблемой, он говорит, делай, как я. Как правило, отраслевые эксперты, наставники, они сами прошли уже этот путь, и они знают, какие есть подводные камни, что нужно делать. И он говорит, просто повторяю, я вот прошел вот такой путь, и ты тоже, пожалуйста, иди за мной. Итак, отраслевой эксперт, наставник, информирует, консультирует об особенностях отрасли, построении карьерами и так далее. Он такой более узкоспитализированный. Есть еще одна интересная роль, по-разному называют, тренер, тьютор, ментор. Но смысл один тот же. Тренер, тьютор и ментор может сам не проходить этот путь. И может быть даже он в этой профессии не работал. Но он знает, он может быть теоретиком. Он говорит, я знаю, как это можно сделать, можно вот так, вот так, вот так. Вот, если непонятно спрашивать, но обратите внимание, ответственность на клиенте должна быть. Карьерный консультант не несет ответственность, если клиент не будет выполнять то, что делает, то, что ему рекомендует карьерный консультант. Так вот, например, тьютор и ментор обучает, развивает навыки необходимые, сопровождает в развитии компетенций. Это все вот он. Еще есть две роли. Когда эти две роли, сейчас я их выведу на экран, тоже покажу. Когда человек не то, что сам никогда не проходил этот путь, как, например, отраслевой эксперт на страну, ну и даже теоретически не знает особенностей. Но тем не менее, как это ни странно, он тоже с точки зрения карьерного консультанта может помочь клиенту. Давайте посмотрим, кто же это. Так вот, еще одна профессиональная роль называется коуч. Коучу не обязательно самому все это знать, проходить. Ему самое главное, пользуясь определенными итогиками и задавая правильные вопросы, подвигнуть клиента к решению своих проблем. Коуч, я не знаю, как это делается, но задам тебе вопросы, и ты найдешь ответы сам. Коуч помогает осознать. Он работает с мотивацией, с достижениями и фасилитирует результаты. Это коуч. А есть человек, который даже вопросы не умеет задавать, но все равно он может помочь клиенту. Вот еще одну роль вам пока покажу. Это нетворкер. Нетворкинг, нетворкер, это развитие своих социальных, своих профессиональных связей в социальных сетях. И нетворкер говорит, я знаю человека, который знает, как это делается. То есть сам я помочь не могу ничем, но зато я могу дать контакты этого человека. И попроизводить контакты, знакомиться с нужными людьми и так далее. Таким образом, мы видим, что консультанты могут выполнять разные роли карьерной консультанты. От, собственно, эксперта и наставника до нетворкера. То есть нетворкер, он может быть экспертом, наставником в другом каком-то направлении. Он может развивать и дать хорошие советы и выступать в роли эксперта для другого клиента, но для этого нет. У него просто нет для этого компетенции. Но зато он может найти того человека, кто поможет. Это важно. Итак, это были профессиональные роли карьерного консультанта. И мы сейчас посмотрим, с какими запросами обращаются карьерным консультантам. Карьерный консультант помогает в поиске работы. Вот, например, Марина написала, что она резюме-райтер. То есть помогает писать, составлять резюме, видимо, успешное. Так вот, в поиске работы, в том числе, и правильное составление резюме, конечно, это очень важно. Карьерный консультант также может помочь при потере смысла, профессиональном догорании. Когда человек работает, работает, работает. Вот у меня был такой период, когда я преподавала в УЗИ, и вдруг в какой-то момент я понимаю, что уже все, не могу. Тяжело, у меня уже наступило профессиональное догорание. Это было 10 лет я работала на одном месте в УЗИ, и вот тогда я уже пришла к какому-то своему тупику. И именно тогда, наверное, мне бы и понадобился карьерный консультант, но тогда, к сожалению, у нас как-то, видимо, это было не принято. Я сама себе, да, сам себе режиссер, сама себе была карьерным консультантом, насколько смогла, и поняла, что мне надо переходить в другую сферу деятельности. И окончив годичные курсы премьер-гл имени Ломоносовой и получив диплом профессиональной преподготовки, я стала HR-ом Human Resources, человеческие ресурсы. Также карьерный консультант поможет найти дело по душе, профориентация. Марина тоже пишет о том, что она занимается профориентацией. Это, кстати, очень такой интересный момент, потому что для профориентатора, тот, кто занимается профориентациями, надо, конечно, очень много знать, много знать, какие тесты, какие методики, какие инструменты использовать для того, чтобы из человека вытащить то, о чем он еще не знает. Вот он приходит и говорит, я ничего не понимаю, я не знаю, там работал, всем работал, не могу себя найти. Спрашивает, что ты хочешь? И я не знаю, что хочу. Чего-то хочется, у кого не знаю, да? Да, Марина, согласна полностью, беспрерывное обучение. Да, это точно. Вообще, любому, наверное, ремеслу и любой деятельности нужно постоянно учиться, потому что очень многое меняет. Далее, карьерный консультант может помочь ему профессию при карьерных переходах. Что это означает? Когда человек начинает свою деятельность, он новичок, он новый работник, у него многое не получается, на него смотрят снисходительно, называют молодым специалистом и так далее. Затем он становится уже профессионалом в своем деле, он становится уже признанным профессиональным специалистом, и, возможно, некоторые уже перейдут на более высокий уровень. Это, ну, с точки зрения иерархии, конечно, это руководитель. Он начинает руководить либо менеджер проекта, либо руководитель отдела, либо бригадир, либо кто-то еще. Ну, то есть под его начало дают подчиненных, и он руководит. Так вот, у руководителя и у специалиста совершенно разные задачи. Для того, чтобы совершить вот этот карьерный переход от специалиста к руководителю, нужно, это качественный скачок, да, нужно вот что-то сделать. Для того, чтобы быть хорошим руководителем, конечно. Ну, и дальше, когда человек растет, 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 он уже понимает, что ему недостаточно вот этого middle management на среднем уровне, ему хочется чего-то большего, ему хочется заниматься стратегией, там, в день и сменении, что-то еще. То есть это уже уровень топ-менеджмента. Он выходит на уровень топ-менеджмента, стратегический менеджмент. И это тоже совершенно другой подход, это совершенно другие функции. Вот, что называется, карьерными переходами. Также карьерный консультант поможет эффективно развивать карьеру, карьерный рост, потому что, если человек долгое время выполняет какую-то функцию на одном месте, да, ну, понятно, что профессиональное выгорание наступает, так сказать. Вот, и, конечно, принять важное решение, уйти из компании или остаться в компании. Ко мне очень часто обращаются с вопросами, я не знаю, что делать. Вроде бы я тут все знаю, у меня потолок, развиваться некуда, но меня что-то держит. И начинается. Дети держат маленькие, поэтому работа рядом, я имею в виду, очень удобно. Или большая заработная плата, да, мне уже неинтересно, но деньги-то хорошие, да, где же я еще-таки найду. Или коллектив хороший, я так привык к этим людям, не знаю, уходить или нет. И вот человек мучится, мучится, а поскольку он находится внутри ситуации, то попробуйте, да, разберитесь. Надо уходить, не надо. Сегодня я решил, все, все бросаю. Еще новую работу, а потом, ах, рынок труда, все-таки такой вот, да, перегретый, перегретый, потому что много безработных, виние и все прочее, а вдруг не найду, здесь потеряю, там, и так далее. И вот человек мучается и загоняет себя в угол, вплоть до того, что у него начинаются уже какие-то физиологические расстройства, потому что уровень стресса выходит на физиологический уровень. И, как вы видите, здесь очень может помочь карьерный консультант. И в этом вопросе тоже. Итак, оценка карьеры, ситуации. Рынки труда отвечают на вопросы клиентов. Когда клиент приходит и говорит, где я сейчас нахожусь в карьере, что мне нужно поменять, как развивать карьеру, какой следующий шаг я должен сделать, вообще, куда я приду. То есть пока он вроде бы на плаву, но он понимает, что надо дальше. Как двигаться? Петенции и формирование ИПР. ИПР – это индивидуальный план развития. Клиенты приходят с запросом, какие у меня сильные и слабые стороны, с чем мне нужно работать, какие компетенции развивать, а какие, может быть, и не надо развивать, на что мне нужно сделать акцент. Карьерный план. Допустим, клиент хочет стать директором, но не знаю, как это сделать, мне нужен карьерный план. Или я наемный работник, но хочу уйти в бизнес. Как мне это сделать? Далее. Развитие компетенции. Например, у работника идет карьерный переход от, допустим, специалиста к руководителю структурного подразделения, но он побаивается, потому что он не уверен, что люди его будут слушаться. Настолько ли я авторитетен, что меня будут слушать и будут выполнять то, что я говорю. И это называется развитие компетенции. Ну и развитие карьеры, конечно. Например, я на этом месте нахожусь уже длительное время, мой руководитель уходит на повышение, его место вакантно. И я бы хотел предложить свою кандидатуру, чтобы повысить. Ну, не знаю, как это сделать. Как-то вот стесняюсь, потому что и сам не уверен, ну и, наверное, я человек скромный, что же я буду? Сам предлагать, может быть, меня заметят. И там повышение заработной платы и так далее. Вот с какими карьерными запросами работает карьерный консультант. И я сейчас хочу с вами поделиться одной методикой, которую я сама использую и раньше использовала. И случилось это в достаточно такой сложный переходный период в моей жизни. Мне подарили книгу Стивена Кови «Восьмой навык». Кто еще не читал, очень рекомендую почитать. Вот она, вообще каждая книга должна приходить, наверное, в свое время. Вот она пришла как раз в нужное время. И тот человек, который подарил, наверное, очень хорошо меня знал и понял, что именно эта книга мне нужна. Прочитав эту книгу, я многое поняла для себя. И вот одну из методик, которую предлагает Стивен Кови, я использую ее и при карьерном консультировании, хочу поделиться с вами. Ее можно использовать, кстати, не только в работе, ее можно и в жизни использовать, если у вас какой-то тупик. А может быть даже вы ее используете. Возможно. Но просто, может быть, не знаете, что это именно методика Стивена Кови. Итак, называется «Обрети свой голос». Когда человек уже находится на каком-то уровне развития определенного, либо жизненного, либо профессионального, то ему уже хочется сделать какой-то следующий шаг. И вот тут начинаются какие-то сомнения. Так вот, для того, чтобы правильно сделать этот шаг, надо оценить себя. По четырех составляющим. Сейчас я прокомментирую, что это такое. Страсть, талант. И вот если эти четыре составляющие будут соответствовать вашим представлениям, вы говорите, да, это и есть, и это и есть, и это, и вот это и есть, это значит, что на пересечении этих составляющих у вас и вы и обретаете свой голос. Голос – это вот те самые силы, внутренняя энергия. Вы в потоке, вы идете по своему пути, у вас все получается, и вы внутри вдохновлены, и вокруг люди это отмечают и дают вам обратную связь об этом. Итак, давайте поподробнее, что же это означает. А что такое страсть? Страсть – это сердце наше. Хочу. У каждого человека наверняка есть какие-то желания. И вот страсть, сердце – это и есть желание. Что вы любите делать? Что вам нравится делать? Второй – это талант. Талант – это на уровне разума. Потому что желать-то можно, но нужно еще и логически как-то рассуждать, да? У нас ведь недаром два полушария отвечают, каждый из этих полушарий отвечает за что-то свое. Одно полушарие – правое за эмоции, а левое – за логику. И вот талант – разум. Могу я это сделать или нет? Потому что сердце – я хочу летать как птиц. Ну, здорово, замечательно. Вот, пожалуйста, 23-этажный дом, пожалуйста, прыгай, лети, да? Вопрос, а смогу ли я это сделать или нет? Достаточно ли у меня компетенции для этого? И мы отвечаем на вопрос, в чем вы можете быть лучше всех в мире, профессии и так далее. Ну, это перевод с английского Стивена Коби. У него там достаточно так все эмоционально написано «лучше всех в мире». Ну, может, не лучше всех в мире, но лучше всех, точка, да? Далее. Следующая составляющая – это потребность тела, наше тело, наше физическое тело в том числе, то, что надо. Согласитесь, что если у нас есть какое-то любимое дело, и мы понимаем, что мы можем это делать, но бесплатно в течение длительного времени, не зарабатывая определенной суммой для того, чтобы поддерживать свое физическое состояние, ну, наверное, мы недолго так продержимся. Ведь всем нам надо и кушать, да, и есть поддерживать, и одеваться, наверное, надо. А в некоторых случаях даже хорошо одеваться, дресс-код какой-то выполнять. Поэтому потребность, третья составляющая – тело, надо. Это на чем основывается ваша экономическая модель. То есть можете ли вы вот этим делом, которое вы страстно хотите делать, и которое вы можете делать, заработать на рынке деньги? Вот. И вообще востребованное ли вы, да, это на рынке? И, наконец, четвертая составляющая – это ваша совесть, дух, наш дух, правильно или неправильно. Вполне возможно, что-то вам хочется сделать, и вы можете это делать, и потребность такая есть, но ваша совесть не позволяет этого делать, ну, потому что у вас есть ценностные ориентации какие-то, или какая-то определенная миссия. Поэтому совесть, дух – что советует вам ваша совесть? Готовы ли вы переступить какие-то границы или нет? Ну, давайте на практике посмотрим, как это выглядит. Итак, чтобы воспользоваться этой методикой, необходимо выбрать какую-то одну роль. Давайте я выберу роль карьерного консультанта, поскольку у нас тема о карьерном консультировании, мы об этом поговорим, которую вы исполняете в жизни. Задайте себе четыре вопроса. Предположим, я пришла к тому, что я хочу заниматься карьерным консультированием, но неумеренно, надо мне это делать или нет. И вот я задаюсь тебе эти четыре вопроса. Первое. Вызывает ли во мне энтузиазм, радость от возможности удовлетворения этой потребности? Это на уровне сердца. Хочу, помните, эмоции такие. И я начинаю рассуждать. Да, карьерный консультант занимается помощью другим людям. Он передает людям то, что он уже умеет, знает. А у меня действительно есть такая потребность. Я хочу передавать людям свои знания. Я достигла, допустим, в Ичаре, в области Ичара определенных высот. И я хочу передать своим коллегам или будущим коллегам вот эту возможность также вырасти. Выше меня вырасти. То есть сердце. Я хочу, да. Я хочу, отвечаю, да. Далее. На уровне разума. Могу ли я это делать? И я задаю себе вопрос. Обладаю ли я талантом, способностями, позволяющими удовлетворить эту потребность? Если использовать его операционную дисциплину. Обратите внимание. Дисциплина – это очень важно. Потому что одно дело иметь какие-то способности, но другое дело правильно их применять. Это важно. Так вот, я себе задаю этот вопрос и так, может быть, не очень скромно отвечаю. Да, я обладаю. Ну, если не талантом, то способностями точно. Потому что в данном случае, если мы говорим о компетенциях, у меня есть образование соответствующее, если мы говорим о квалификации, у меня есть опыт работы. Я знаю, как пройти этот опыт, и я готова передать это другим. То есть на уровне теории и на уровне даже практики я через это прошла, и я могу это передать другим. Разум мой говорит, что я могу. Третье дело – надо. А вообще это востребовано в нашем обществе. Может быть, никому и не нужны эти карьерные консультанты, да, думаю я. И тогда, если они никому не нужны, я не смогу заработать деньги, не смогу поддержать свою жизнь, жизнедеятельность, и мне надо идти, наверное, по какому-то другому пути. Я начинаю исследовать рынок труда и вижу, что карьерные консультанты сейчас очень востребованы. Они востребованы как в государственных учреждениях, например, при службах занятости, есть карьерные консультанты. Они востребованы у работодателей, потому что работодатели, которые думают о своем имидже, которые хотят, чтобы их работники были мотивированы, вот эти работодатели стараются сделать так, чтобы работники не выгорали. А что значит не выгорать? Это значит, надо выстраивать их карьеру, да, внутри организации, чтобы они не увольнялись, не уходили к другому работодателю, а развивались здесь. А кто этим займется? Давайте займется карьерный консультант, который будет при помощи различных методик выстраивать карьеру и индивидуальный план развития и так далее. И я понимаю, что это, да, возгребовано. А еще есть, например, фрилансеры, то есть карьерные консультанты, которые самостоятельно занимаются карьерным консультированием. Они не наемные работники, а, например, самозанятые или индивидуальные предприниматели, то есть фрилансы не занимаются. И я вижу, что, да, это раскинуло, и чуть позже я покажу слайд с рынка труда, и я понимаю, что я могу прокормить себя, если я буду делать работу. И, наконец, четвертая составляющая – дух. Правильно ли это? Правильно ли то, что я буду делать? Не нарушает ли это мои ценности? Побуждает ли меня совесть к тому, чтобы начать действовать, принять участие в решении этих задач, то есть стать карьерным консультантом? И я считаю, что, поскольку моя миссия – это служение, у каждого человека есть своя миссия, вот у меня служение, и я понимаю, что карьерный консультант, он приносит людям успех, он вдохновляет людей, и это вполне сочетается с моими ценностями. И, будучи карьерным консультантом, я тоже буду приносить эту радость, буду помогать людям достигать их ценностей. Таким образом, ответив на все эти вопросы, проработав все это, проанализировав, ответив на все эти вопросы, я вижу, что я иду правильным путем. Если бы на какие-то вопросы я ответила нет, то, наверное, скорее всего, этого не надо делать. Ну, допустим, если сердце не хочет, вот все, складывается, а вот сердце, ну, не хочу и не могу, ну, тогда вряд ли что-то получится и так далее. То есть если хотя бы одна из составляющих никак не вписывается в мое мировосприятие, то лучше этого не делать. Итак, эта методика очень хороша и для клиентов. Вот если вы для себя проделаете, вы уже понимаете, как это работает, то это можно делать и для клиента. Клиент приходит, говорит, вот что-то я не знаю, вот надо мне это или не надо. И вы начинаете задавать вот эти вопросы, прорабатывать с ним каждый из этих вопросов. И если вы видите, что он с энтузиазмом отвечает на это, что у него есть возможности, что это достаточно, ну, за это можно зарабатывать деньги, хотя бы, да, для существования пыльного, и что его, в принципе, не противоречит тому, что он будет делать, то это вот то, что ему нужно. И вот обратите внимание, я еще раз вернулась к этой схеме. Это страсть, талант, потребность. И если мы будем это применять, то мы обретем свой голос. Человек уверенно себя чувствует, когда он идет своим путем. И если все четыре составляющие соответствуют, тогда мы получаем следующее. Вот там, где пересекается страсть, сердце, хочу с талантом или со способностями, то есть хочу и могу, это зона внутреннего комфорта. Ну, согласитесь, что мы всегда спокойно себя чувствуем, когда мы выполняем то, что нам нравится, и у нас это получается. То есть это наше дело, и мы вот находимся в зоне внутреннего комфорта. Как только нас переводят на другую работу, нам надо сначала начинать. То есть желание может быть и есть, а вот со способностями, то есть мы еще, может быть, знания, умения, там еще недостаточно. И мы выходим из зоны комфорта. Правда? Поэтому зону внутреннего комфорта создает страсть на пересечении с талантом. Вторая зона, вот эта, это когда пересекается наш талант, то, что мы умеем делать с пожеланиями общества. То есть то, что я умею, это востребованное общество. Общество готово нас поддержать. Да, нам нужны карьерные консультанты, например, да, или космонавты, или кто там еще. Вот, и это называется зона совпадения возможностей личности с потребностями общества. Мы попадаем вот сюда. Ну, как бы мы договоримся с обществом, что да, то, что я делаю, это хорошо, и мы чувствуем тоже. Очень комфортно. Третья зона, это зона совпадения стремлений, наши стремления, да, ценности, миссии, с потребностями общества. Я хочу служить, и общество говорит, да, нам требуется служение, нам надо помогать людям и так далее. И, наконец, четвертая зона, это зона душевного спокойствия. Когда наши желания, наши желания, сердце и наш дух, наша совесть находятся в балансе, в гармонии друг с другом, и мы попадаем в зону душевного спокойствия. Смотрите, как хорошо. То есть, если человек соответствует всем этим понятиям, идет по своему пути, то он находится в зоне внутреннего комфорта, и он испытывает удовлетворенность от всего, что происходит вокруг. Он обретает свой голос, он становится спокойным, уравновешенным. И даже если обстоятельства складываются так, что вообще все плохо, да, гипс снимает, клиент уезжает, он все равно спокойно к этому относится. Все прыгают и говорят, ах, пандемия, ах, какой ужас, или что-то там еще ужасное случилось, ах, этот кризис, ах, рубль падает, или что-то еще. Человек все равно будет внутренне спокойным, потому что он выполняет свою миссию. И он, его поддерживают внешние силы, ему дают внутреннюю вот эту вот уверенность в себе. И я думаю, что вы тоже встречались с такими людьми. Вот напишите, пожалуйста, плюс. Если вы встречались в жизни с такими людьми, от которых вид вот таким внутренним, что ли, внутренней уверенностью, может быть, это вы, может быть, вы понимаете, что у вас есть свой голос, вот этот внутренний, и что, что бы ни произошло, у вас есть на что опираться. И вот я жду ваших плюсов, я все-таки надеюсь, что вам в жизни встречались такие люди. И я думаю, что они как раз и обрели свой голос, находясь в зоне внутреннего комфорта, их возможности совпадают с потребностями личности, вот, их миссия совпадает с тем, что нужно обществу, и они доходятся в зоне душевного спокойствия. Ой, супер, я вижу ваши плюсы, и мне это очень приятно, что вокруг нас есть такие люди, а может быть, это и вы такие люди. Таким людям, не могу сказать, что им легче жить или проще жить, но они более уверенные, и из-за этого у них все должно получаться, все должно быть хорошо. Вот такая замечательная методика, попробуйте ее проделать, уверяю вас, она может работать абсолютно в разных направлениях деятельности. Голос – это оптимальный, зона оптимального выбора, да, потому что если что-то не срабатывает, то голоса не будет, все равно будут какие-то сомнения, гармония не будет, не будет баланса. Ну, теперь про деньги, да, сколько же зарабатывает коренный консультант и востребованы они. Так вот, по статистике популярных сайтов за последние 30 дней в России открыты более двух, ну, около, да, около двух с половиной тысяч вакансий по должности карьерный консультант. То есть это востребовано. И заработание времен 302 тысячи минимальное, максимальное указано. Вот, поэтому вы видите, что здесь тоже можно совершенно спокойно заработать денег, тем более, если вы будете отдаваться этому с душой и быть профессионалом. Ну, а если вам захочется узнать и о практиках, я вас приглашаю на курс «Практику по карьерному консультированию» 24. Ближайшая дата по вечерам с 11 декабря по 17 декабря, кроме субботы и субботы в Сене. Вот, ну, и в дальнейшем смотрите наше расписание, вот по ссылке можете пройти и посмотреть. Напоминаю, что там будут практические задания обязательно и, возможно, даже стажировка. Итак, мы с вами узнали, кто такой карьерный консультант, о том, что карьерный консультант – это не только профессия, но и состояние души. Мы узнали, с какими запросами работает карьерный консультант, какие роли он выполняет, по-разному, может быть. Познакомились с одной из тысячи методик обретения своего голоса. Узнали о профессии карьерный консультант на рынке труда России. И если есть вопросы, задавайте, я готова на них ответить. И, конечно же, бонус. Бонусом для вас будет чек-лист для проведения карьерного консультирования. Кому интересно, можете зайти в личный кабинет, скачать его в личном кабинете. Я сейчас размещу его. Ну, а если не получится по какой-то причине, то напишите мне, пожалуйста, по адресу Осветлышева, собакоспециалист.ру. И я вам вышлю этот чек-лист для проведения карьерного консультирования. Готовы ответить на вопросы? Пожалуйста, пишите. Запись вебинара будет размещена на YouTube, на канале. Вот я ссылку сделала. Канал называется «Специалист ТВ». По этой ссылке вы можете пройти и смотреть по разным направлениям наши записи вебинаров, которые мы проводим. Итак, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Ну, а я всех благодарю за внимание. Вот как раз 45 минут у нас заканчивается. Я уложилась. 18 часов 45 минут. Наши есть контакты. Пожалуйста, пользуйтесь. И я со всеми прощаюсь. Остаюсь, чтобы ответить на вопросы.